Духовный наставник То у вас этот вопрос не стоит Вы исповедуетесь у него Но если вы живете в городе, где много храмов и много священников Тогда, конечно, этот вопрос может возникнуть Если вы только входите в церковную жизнь То любой священник может быть вашим духовным отцом Потому что на какие-то простые вопросы А у вас пока простые вопросы Конечно, любой священник может ответить Если вы сталкиваетесь с нечестивым поведением его Тогда его надо оставить С преподобным преподобен будиши, говорит Давид в 17-м псалме С избранным избран будиши И с истроптивым развратишися А вот дальше, после нескольких лет церковной жизни Может возникнуть такая ситуация Когда вам полезно будет перейти к другому духовнику Бояться этой ситуации не надо Здесь очень важно следующее Чтобы это произошло не по страстям Не по линию Не потому, что ваш духовник вам сказал что-то такое, что вас обидело А он просто вам указал на ваши грехи Вот так все время по шерстке И вам было с ним очень хорошо А потом чуть-чуть против шерстки И вы от него уходите обиженный Вот этого быть не должно Потому что человеку угодничество Это совсем не то, чем должен заниматься духовник Духовник должен сохранять дистанцию Некоторую с человеком Любя его, молясь за него, принимая его в свое сердце Которое позволит ему сказать человеку о его ошибках Иначе это будет то, что называется в духовничестве ласкательство И на самом деле может привести человека к погибели И того, и другого Это, кстати, не всегда легко для самого священника Потому что после долгих лет общения с человеком Когда ты его знаешь, как близкого друга Когда ты молишься за него Когда ты его беды, его скорби, его радости Его и его семьи принимаешь в свое сердце Ты подходишь очень близко к этому человеку И иногда и он уже не может услышать от себя Какого-то нужного сурового слова И ты на него не способен Бывает так, что человек перерастает своего духовника Или ситуация его в жизни так меняется Что у него возникают совсем новые вопросы А священник сам в этой ситуации не был И не может на них ответить Ну, например, если человек входит в кризис веры После 20 лет пребывания в церкви Бывает время, когда Господь оставляет человека Как бы уходит его из жизни Из его жизни это называется у святых отцов Духовная пустыня Когда сначала был прекрасный райский сад Где все цвело и благоухало, и были плоды Это был такой аванс Когда Господь знакомил человека с собой И показывал ему, какова будет жизнь в Царстве Небесном А потом человек оказывается Перед необходимостью такого упорного духовного труда При нечувствии ответа Это не только у простого человека Мы знаем, что это было у преподобного Антония Великого Мы знаем, что мучился этим преподобный Силуан Афонский То есть у великих святых такое тоже бывает А если священник молодой и вчера рукоположенный Он в этой пустыне еще сам не был Он не может тебе сказать, как оттуда выйти Он даже не искал из нее выхода Он еще в нее не вошел сам Поэтому вопрос этот, он, как мне кажется Должен быть разрешен так Духовника поменять можно будет Если вы найдете священника, который на том этапе Когда вам это понадобится, будет более полезен для вас Своим опытом и своим советом Менять духовника по страстям Не надо Надо отделить гордыню, тщеславие, уязвленное самолюбие Это не причина для того, чтобы менять духовника Но вообще, для того, чтобы появился духовный наставник Надо попросить об этом Бог Надо молиться Господи, дай мне человека, который поведет меня к тебе Пошли мне, пожалуйста, такого наставника Который меня почувствует Потому что не каждый священник для каждого человека Должно быть созвучие Должно возникнуть нечто похожее на дружбу Должно быть созвучие И духовное, и душевное тоже И чтобы этот человек появился Молитесь и просите этого как дара Божьего И Господь, конечно, ответит и даст вам такого человека Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok